Вот эти вбросы – это очевидная фальшивка. Трамп, когда приезжал в Москву, даже не помню, когда он приезжал, несколько лет назад, он ведь не был никаким политическим деятелем. Мы даже не знали о его политических амбициях. Он просто бизнесмен, один из богатых людей Америки. Что кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером, что ли? Да, конечно, нет, это просто полный бред. Первое. Второе. Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, во-первых, взрослый уже, а во-вторых, человек, который всю, ну не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Вы знаете, я с трудом могу себе такое представить, что он побежал в Атель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя они, безусловно, и они у них самые лучшие в мире, безусловно. Ну, сомневаюсь, что Трамп это клюнул на это. Ну, наконец, вы знаете, что хочу сказать? Проституция – это серьёзное такое безобразное социальное явление. Ведь молодые женщины занимаются этим в том числе и в связи с тем, что им, ну, они по-другому не могут обеспечить себя достойным образом. И это в значительной степени на общество и государство. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе, они хуже, чем проститутки. У них нет никаких вообще моральных ограничений. Кстати говоря, Россия постоянно имеет дело с такими людьми, с нашими оппонентами. Но то, что вот такие методы используются против избранного президента США, это, конечно, уникальный случай. Такого ещё никогда не было. Это говорит о значительном уровне деградации политических элит на Западе, в том числе в США.